Вот приехал батюшка отец Акин из Потеряевки и говорит там тебе почта. Я говорю какая? Думаю у него интернет не работает. Прямо письмо. Приносит такое письмо. Вот сейчас я постараюсь даже адрес его сказать. Тайницы никакой нету. Отправитель Майя Путныне. Майя Путныне. Вот здесь вот смотри. Адрес КР. Первая КР что это? Улица наверное. Валдемара. 143.3-136. Город Рига. Латвия. Советский телефон. До востребования. И телефона то никакого нету. Дальше по индекс ЛВ. Ну видно это Латвия. 1013.238.750. Ну что нет ничего. Телефона то никакого и нет. Латкина Игнатий. Деревня Потеряевка. Мамонтовский район. Алтайский край. Россия. 658.560. Ну это не знаю правильно или нет. Вот печать стоит Советский. Слово Советский. Видно? Да. Ну вот. Она хочет чтобы я ответил. Вот как запечатано то. Видишь как. Что это такое. Это видимо чтобы не порвалось. Просчитал. Еще незнакомый человек. Но ждет письмо. Это надо идти покупать конверт. За границу. Это не 2 копейки. Я никому не пишу. Не пишу уже лет может быть 10. До этого у меня выходила. Я. У меня большая переписка была. Когда интернета не было. 1200 конвертов. На год у меня было. По 100 писем на месяц. 100. О. Ну это где-то получается 33 или 34 письма каждый месяц. Ну получается. Нет. Все я сказал. Значит 1200. 100. А так день. В день. 3 с лишним письма. Каждый день. Это так дорого было. Но по-другому никак. Только о потерявке. Которые просили. Узнали. Аргументы и факты. Там комсомольская правда. Напечатали. Мы начинали восстанавливать. Ну 91 год. Ну и пришло 1500 писем. Я на все ответил. А сейчас это. Вот оно. Как-то показать здесь. Чтобы видно было. Включи тот свет вверх. Я прочитаю письмо. А потом дам знать. Чтобы не писали мне. Писать здесь надо. Очень удобно. Здравствуйте. Уважаемый Игнат Тихонович. Вот так. Уважаемый. Так. Ваша супруга и ваши односельчане-братья Пишет вам ваша постоянная слушательница. В компьютере я на вас попала случайно. И теперь часто смотрю. Зовут меня Майя Юрьевна Путнинья. Живу в Латвии. В Риге. Мне 60 лет. Как хорошо, что есть такие люди, как вы. Я очень рада, что Россия не оскудяла такими святыми, как вы. И ваши односельчане. Вы человек, который выводит людей из тьмы невежества к свету и православию. Вы показываете путь, куда идти, как идти и зачем. Я православная верующая, как и вся моя семья. Правда, Библию читаю редко. А в церковь хожу в воскресенье. Но регулярно. Смотрю Алексея Ильича Осипова. В Библии мне разобрать все очень сложно. Ну, это ясно видно, что православная. Тут по некоторым можно понять. Действительно она не обманывает. В Библии не знает. Жалко, что вы живете так далеко. Иначе приехала, и вы все разъяснили и помолились за меня. Еще раз благодарю, что вы есть у нас, у людей. Еще раз поздравляю вас и вашу супругу и всю общину с праздниками прошедшими и наступающими. Делаю это так, как не знаю, дойдет ли это письмо или нет. И когда дойдет, желаю всем здоровья, да хранит всех Бог. И чтобы ни одна администрация вам не мешала. А лагерь процветал и увеличивался. Когда я смотрю на вас, иногда текут слезы. Я вспоминаю папу. Вы очень на него похожи. И внешне, и немного внутренне. Он очень любил голубей и кошек. И носил бороду. Его звали Амосов Юрий Алексеевич. Работал водителем на скорой помощи. Вместе с мамой моей, бабушкой Верой, дальше, пережил блокаду Ленинграда. Их вывозили по Ладоге зимой. О, какие люди. Зимой. А они потерялись. И он сбежал на войну. И стал сыном полка. Даже спас командира, правильно перевязав его и вытащив из-под пуль. Дали ему медаль. А ему было 12 лет. Дошел до Австрии. В танковой бригаде. А первая бомба, которая упала в Ленинграде. Дядя, теперь она уже о другом говорит, разорвалась в его дворе. Погибли две девочки. А осколок попал в бабушкин портрет. Я его и сейчас храню. Моя мама Эрима Астрида, через тире, Путненья, жила с бабушкой Ольгой и тетями Бертой и Анной в Риге. Они взяли свои украшения и пошли в концлагерь. Солостилс. Солост выменили якобы для работы двух русских солдат и евреев, евреев, наверное, мальчиком еврейского. Вскоре солдаты ушли в леса, а мальчик долго болел и умер. Там от детей брали кровь для немецких солдат. Детям было 3, 4, 5, 6 лет. Дедушка со стороны папы был командиром партизанского отряда. Их кто-то выдал. Его повесили на площади. Его звали Алексей. А дедушка мамы воевал в советской армии. Он был латыш. Его звали Миша. Михаил, то есть. Михаил. Сейчас я живу с дочкой Эрилой и зятем Сергеем. Я их очень люблю. И они меня уважают и любят. Правда, долго инвалид у нее... Дочка инвалид. Дочка инвалид. У нее в ногу вставлен протез. Но так ничего не видно. А зять чемпион мира по борьбе. Среди юношей он окончил институт. Вы только не подумайте, что я хвалюсь. Я хочу, чтобы вы знали обо мне что-нибудь. О тех людях, что я писала, уже нет в живых. Только я, дочка, зять и муж. И если можно, и если у вас будет время, и вы священника, помолитесь хоть один разочек. Обо мне, Марии, Злате крестили ее два раза. Дочки Эри, Ани, зятя Сергея, Сергеем так и зовут. Мужа Александре-Михаиле. Как будто бы два имя у него. И еще здесь все боятся войны. Помолитесь вместе с братьями, чтобы в Латвии и в Риге не было войны, взрывов, пожаров, голода, бомбежки. Чтобы русский язык стал государственным. Еще раз простите, но для меня это очень важно. Помолитесь о моих, двоеточие, папе, маме, бабушке и дедушке за упокой. Юрий Георгий, а дядя Алексея, Эрика Астриди, а зятя Александре Берта, а зятя Сергея Анна, а тете Нади Ольга, а тете Тони Михаил, наверное, муж или там кто, а тете Ире Алексей Константин, а они все крещеные. Правда, есть и католик и лютеране. Католики и лютеране. Если это возможно, за род Амосовых, Судейкиных, Путнин и Малаевых, наверное. Малаевых, вот. Всего так, она тут номер поставила. Не судите меня строго, глупую бабу. Все надежда вся на вас. И простите мою наглость. Я знаю, что вы очень заняты. Пожалейте и отзовитесь. Напишите. Вы или кто другой, что письмо дошло. И как в компьютере с вами связаться. Ну, я уже это скажу. Когда будем идти, мы сейчас фотографируем как. Еще раз благодарю. Дохранит всех вас Господь. И во всем помогает Аминь. Ну, я получил вчера, 30-го только. Вот такое письмо. Я его поставлю, из него как ролик. И вот она спрашивает, как связаться по компьютеру. Ну, это проще всего. Сейчас я сфотографирую здесь. Вот наш сайт. Посмотри, заходите на наш сайт. Крупно надо снять. Мой мир. Тут 21 тысяча наших фотографий. Мой мир. Я покажу новый сайт. Вот он какой. И форум. 1602 темы. Вот она есть. Как. И дальше. Новое сообщение. Тут кто-то такое. Наш видеоканал. На нем 10250 наш видеоролик. Вот она как. Это не простой сайт, а благовестие. Значит, благословил Бог. Ну, тут все. Какие выдержки взяты. Кроме того, благословил брат Протеерия Аким. Мы строим православную деревню. Что у нас на сайте есть. Вот это показать. А я чтец Крестово-Звиженской общины. Сайт содержит 4278 ответов на различные вопросы. Три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений Лапкина. Тысячу тристо три проповеди, произнесенные в храмах во время богослужения. Сто двадцать три занятия. Три занятия на темы. Вот двадцать одна тысяча фотографий. Сообщите всем, кому можете, о нашем сайте сокровища. Вот журвой журнал. Тайская песня. О нашей деревне. Вот это все можно найти. О лагере Стане. История нашей общины в Барнауле. Ну и вот, где тут обо мне написано. Путь Благовестника. Это ролики, все ролики. И наша вера православия. Ну вот это, что на это сказать. Теперь только показать, где у нас и что. А в скайпе как с вами связаться? Сейчас по скайпу. По скайпу тут нету. Но у меня такого и нету, чтобы зайти. Вот это вот Александр Создатель. Создатель с большой буквы. Ну ясно дело, ни фамилии, ни имя. Я ему должен что-то отвечать. Вот попутно. Вот это вот Мой мир. Зайдите на Майл.ру называется. Мой мир. И тут попросите, друзья, тут почта. Удобно переписываться. Я вам большие материалы скину тогда. И про лагерь, и про деревню. Вот так. Ну что тут он написал? Не ругается? Не знакомый человек. Вот так. Пока ничего и не открывается. А почему, непонятно. Сейчас я попробую обновить. Вот. Что он тут пишет? Добра. Добра. Игнатий Тихонович, смотрю ваши ролики. И естественность души притягивает мое внимание. О себе. Мне 30 лет. Женат. Есть сын, назвали его Тихон. Крещен с погружением. Ищу ответы на вопросы, и некоторые у вас нашел. Учусь православному языку. Вопрос. У меня не просто с деньгами обманули. Тех, которых называл друзья. Друзей нет. Есть только близкие люди. Я занял, и мне не вернули. И вообще, с деньгами непросто. Живу в поселке. Вся жизнь возле города. В частном доме. Ну скажите, и дайте направление через Библию. О деньгах, о достатке, изобилии. Вот такое я вам чтобы дал. Дальше пишет. Точнее, занял маме друга, которого я считал лучшим и был знаком более 10 лет. Жили, ели, и многое нас связывало. Занял 150 тысяч рублей. Больно было. После этого я перестал доверять людям. Избавился от такого понятия, как друг и друзья. Выиграл все суды районный, городской, областной. Но со стороны должника даже никого не было на суде. Да только я и мой адвокат. И заверенная расписка о долге. После я узнал, что папа моего бывшего друга, помощник судьи. И я не первый, кому он должен денег, а 7 или 8 в списке задолженностей на сайте судебных приставов. Я сошел с ума. Начал лысеть. И отпустил бороду. Вот он как. Беда какая у Миши. Так. Проклинал. Отпустил бороду. Проклинал. И желал плохого этой семье. Но потихоньку, год за годом, я отпустил ситуацию. И понял, что лох и неудачник в деньгах. Познакомился с евреями. И они раскачали немного о деньгах. Раскачали о деньгах. В общем, сейчас не думай об этом, но знаешь, что встретимся. На сердце чисто и без зла. Напишите по Библии, где просчитать о денежках. И что делать. Благодарю. Ну, нарочно пишут. Или так вот. Такие вот люди бывают. Где о денежках-то? Ну, что, в Библии говорит о денежках. Горе серебролюбие. Серебролюбие – корень всех зол. А если дал ему, говорит, считай себя потерявшим. Еще ты уже не найдешь. Библия говорит об этом. Даже вон написано. Ни во что ставишь и мало, и мало-помалу, а придет в упадок. Серахов 19.1. Вот это вот я ему сейчас выделю. Ctrl-S и пошлю. Пусть вот что-то он найдет или не найдет. Да. Александр, Создатель. Еще ни имя, ни фамилии. Вот это вот придумали. Ник. Говорят, 666 заменяет имя. Да кто заменяет? Сам себе заменил-то. Люди готовые. Исчезают. Ничего больше я дать ему не могу. Второе. Я-то в Латвии пишу. Вот наш форум. Форум. Вот такой вот. Православный форум. Дальше. Это наш большой православный видеоканал. Он так и называется. Открытым оком во свете Библии. Игнатий Латкин. И вы уже зайдете. То есть у нас подписчиков 17 тысяч. Правильно или неправильно. Ну так написано. 374. И просмотров. 16 миллионов 919 тысяч 54. Говорят, да это кто-то накручивает. Это недействительно. Ну откуда я знаю? Что бы ради накручивали-то? Говорят, за это деньги платят. Ну Бог его знает. Я спрашивал кого. Кто думает о том. Никто ничего не отвечает. Не знает. Ну регулярно прибавляется. Но у нас много. Если 10 тысяч 250 роликов. То ясно дело. Ну и во свете Библии. Православный библейский сайт. Вот я это выставлю. А вы тут уже на сайте переписки никакой нет. То переписка может лучше всего быть в скайпе. Вот я сейчас захожу. Вот. Ну и здесь вот скайп. Она дается скайп поставить там. Попросить кого-то надо. И чтобы настроили. Ну заведите там Игнатия Лапкина. Попроситесь друзья. Напишите в Латвии. Потому что такие люди нехорошие лезут. Я их не принимаю. Что бы я вас принял. А дальше мы по скайпу поговорим. Я отвечу на ваши вопросы. Это я обещаю. Если буду живой. Вот и все. Письмо это я сохраню. Раньше у меня большая переписка была. Когда меня арестовали. Ну арестовали и письма. Письма все переплетены. Я переплетчик-реставратор. По 650 страниц примерно. Слащаясья с корочками. Там каптал. Там все как. Ну книга и книга. Там с цветными разными. Вот от календарей бывает цветастая. Я показал бы даже где-то. Ну тут уже ничего не нет. Ну большие впрочем. Я даже могу показать. Как я переплетал. О, большая какая. Вот она книга. Понимаешь, какая. Русские подвижники, наверное. Ну да. Поселение им. Вот оно как. Это я был за рубежом. Они дали без корочек. Я вот всю переплел ее. Там обрезал как надо. Ну вот такое дело. А которые письма-то, те по одной. Потруднее я делал. Ничего могу показать. Вот это какие-то я печатал. Когда краткое содержание. Вот она. Ну это большой лист как А4 или как называют. По одному листику. Вот оно. Какой тут экземпляр. Это 67-й лист. Лист это не страница. С одной стороны только. А с другой стороны тут нету. То есть только страниц. Краткое содержание. Ну а здесь на какой пленке. Что было. Оригинал первый где-то отобрали. Вот таких вот книг. Это книги. Письма у меня было. Я не могу сказать сколько. Ну сколько. Ну примерно хотя бы. Ну примерно 3000 тонн. 3000 тонн переплел я. Из чистых тетрадей. Чистые тоже могу показать. Вот тут где-то у меня было. Нет не видно. У тебя где-то есть да? Да да да. Вот я возьму. Вот тетради покупал. Из тетради. Здесь 560 страниц. Видите какой вдавленный крест. Это у меня специально было сделано. Вот это называется каптал. Вот. Пожалуйста. Это кто тут пишет? Это моя. Это твоё. Видишь как украсил. Фотографии. Сейчас собакой в дороге ездили. Надо посмотреть где-то. И мне говорили. Показывали. Когда сожгли. В Краевой прокуратуре. Говорит. Вот такие большие кучи. Две большие кучи. А там письма были у меня. Мамины братья. Это мои дяди. Макарь, Филарет, Эммануил. Сыновья. Щенарёва, Егора Иларионовича. Моего деда. Всё сожгли. Так говорят. Ну я уже сидел в это время. И когда я вернулся. Заново. Уже. Ну. Я в 87 году. А интернета-то не было. Много переписывался. Деревня тут. И переплетал. А то по одному листику всё сложено. И уже 77 томов новых получило. Томов. Это 650 страниц в каждом. Это эпистолярное наследие называется. Я не знаю, кто сохранял столько. Ну просто много. 3000 примерно я так почитал. Томов я переплёл. Это времени уходит. Старые книги иногда. Такие толстые. В мешке только одну можно принести. А на килограмм может быть 7 весит одна книга. Тяжеленные. Корочки там деревянные. Сейчас лидерин есть. Ну а тогда телящая кожа. Вот. Ну переплетал их нет. Сегодня я никому не отвечаю. Во-первых, деньги надо. Во-вторых, очень легко здесь. Я могу напечатать. А потом даже это откопировать. Ксерокс. Если всё есть. Ну на этом я думаю и всё. Я этот ролик поставлю. А она может быть на него натолкнётся. А если нет. Ну я не знаю дальше мне. Как быть-то. Я напишу. Латвия ищу. Кто знает по этому адресу. Который я засчитал. И кто-то там есть где-то, чтобы могли найти. Я ещё раз адрес засчитаю. Вот. Майя. Путнинья. Адрес К.Р. Валдемара. Я не знаю. Что у них К.Р. там означает. Наверное, улица. Валдемара. 143-3-136. Город Рига. Латвия. Советск. До востребования. До востребования. Так это разве не адрес домашний-то? До востребования. Ну и дальше остановим всё. Как и есть. Ну на этом всё. Я сразу ролик поставлю. И считать буду, что всё сделал. Писать я не буду. Но писем пишут иногда и заключение. Там тоже чего-то просят. Я никому не отвечаю. Никому. Вот в ролике у нас много роликов. Это 10 тысяч. И ругательства. Ну каждый день заходят. Прям такими матами. И на Христа, и на церковь. Там на патриарха. Везде секта, секта. Это роботы. Мне дозарядили. И идёт. Заблокировал уже около 5 тысяч. За короткое время. Примерно 5 тысяч блокировок. Ну каждый день лезут. Нет, это не трудно. Только щакнул. Один щелчок и его нет. А теперь он заново. Легко образовывает канал. Иначе он не пришлёт. Или как там. Я не знаю. Ну что-то новое. Чтобы войти можно было. Вот. В моём мире там легко. Там я его заблокировал. Больше он никогда не зайдёт. И посмотреть не может. Никак. А тут он заходит. Только писать не может. Тем более пакости эти. Все остаются. Заново он не повторит. Надо по-другому делать. А эти остаются. И я когда не зайду. Они там-то стоят. Никуда не деваются. Ну система такая. Всё пока на этом. Кто тут писал. Я стараюсь не повторять это. Потому что неправильно. Может быть неприятно будет. Майя правильно или неправильно. Майя. Дальше пишет как Мария. Ну всё на этом. Во славу Божию. Ну. Майя. По-ту. По-ту. По-ту.